Ростуризм рекомендовал российским туроператорам больше не продавать туры в Египет и возвращать деньги за уже проданные путевки. МИД России, ранее призвавший российских туристов не покидать курортных зон, призвал россиян вообще не ездить в эту страну. Посольство Египта в России называет беспочвенной рекомендацией российского МИДа. В МЧС заявили о готовности в случае необходимости эвакуировать российских граждан, которых в Египте насчитывается около 50 тысяч. Однако Ростуризм провел совещание и решил пока не эвакуировать россиян. Убытки российских туроператоров в связи с ситуацией в Египте при самом плохом раскладе могут составить 50 миллионов долларов. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. И сегодня мы обсуждаем непростую ситуацию в российской туриндустрии на фоне египетского кризиса. Сейчас мы ждем нашего гостя, который должен прийти к нам в студию, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе. Она несколько задерживается, буквально на 2-3 минуты. Надеюсь, сейчас в ближайшее время и подойдет. У нас также по традиции уже есть вопросы, которые мы готовы обсудить и с вашей стороны. Для этого достаточно вам только позвонить по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Либо напишите нам непосредственно в интернет на страничку финам.фм, программа «Парадокс». И мы готовы также ответить на эти вопросы. Конечно же, тут очень интересная ситуация. Многие из вас купили туры уже в Египет. Вот интересно, вы, несмотря ни на что, собираетесь ехать в эту страну? Мы бы хотели услышать вашу аргументацию. Ну, пока мы ждем нашего сегодняшнего гостя, который должен подойти буквально с минуты на минуту. Напомню, это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе. Я вот обладаю некоторой информацией, которая сейчас поступает в интернет. Ну, из Египта сейчас началась эвакуация туристов из Финляндии. Такое решение приняли финские туроператоры в связи с народными волнениями в стране. Об этом сообщает и Тартас. Всех финских туристов, например, вывезут из Египта к понедельнику. В частности, туркомпания, одна из финских туркомпаний, от которой в Египте находится около 100 человек. И сейчас я пойму, по крайней мере, что у нас происходит с нашим гостем. Да, через три минуты, как мне сообщает продюсер, Майя будет у нас в студии. Мы будем говорить о ситуации, которая сложилась с нашими российскими туристами и с тем, кто собирается только попасть в эту страну и отдохнуть. Но вот я не закончил еще информацию по поводу финских туристов. Итак, кроме того, финская компания намерена отменить все свои туры в Египет, запланированные на период с августа по сентябрь. Ну и другой финский туроператор, Финмаркот, тоже планирует вывезти из Египта порядка 135 своих туристов к понедельнику. Компания также отменит все свои туры в эту страну до начала октября. Между тем, вчера МИД России заявил о том, что речь об эвакуации россиян из Египта не идет. Отдыхающие там смогут завершить отдых. При этом россиянам все же рекомендовали воздержаться от посещения Египта, а туроператорам прекратить продажу путевок. Операторы утверждают, что постараются предложить таким туристам отдых в других странах в сопоставимые сроки. Естественно, тут речь уже должна идти о том, что многие из желающих отдохнуть хотели бы поехать в безвизовую страну, а Египет был доступен и по цене, как говорится, и по качеству, я имею в виду прежде всего оформление документов. Поэтому трудно представить себе, что смогут предложить туроператоры. Но об этом будем говорить уже с Майломидзе. Ну а генеральный директор авиакомпании, например, Трансаэро Ольга Плешакова на своей страничке Facebook сообщила, что аэропорты Хургады, Шарм-эш-Шейха работают в штатном порядке. По ее словам, в компанию не обратился ни один пассажир с просьбой о досрочном возврате из Египта. Ну а по предварительным оценкам ростуризма в Египте сейчас находится, как мы уже сказали, около 45-50 тысяч россиян, половина из которых в Хургаде, другая половина в Шарм-эш-Шейхе. Напомню, что именно в этих городах буквально вчера был отменен комендантский час. Также в 14 августа в Каире, напомню, прошли один из самых кровопролитных столкновений сторонников братьев-мусульман и действующей власти. По данным Министерства здравоохранения Египта, жертвами боев в центре Каира стало не менее 200 человек. По оценке братьев-мусульман число погибших достигает 2000. Среди жертв столкновений есть в том числе и журналисты. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации сроком на один месяц. В крупнейших городах Египта действует сейчас комендантский час. Нужно отметить, что такая же ситуация, ну почти такая, была и два года назад. И тогда власти, по крайней мере, российские предприняли, может быть, жестокие или жесточайшие меры к тем, кто отправлял туристов в Египет. И были вообще перекрыты любые движения. Сейчас, тем не менее, очень многие россияне остаются приверженцами отдыха в Египте. Прежде всего, конечно же, из-за цены. Инструктор русского клуба дайвинга, один из, Ксения Дубровская, пишет, что последние 4 года она фактически живет в Египте. И захлестнувшую страну 2 года назад, арабскую весну, она встречала тоже в Дахабе. Ну а вот о позавчарших столкновениях в Хургаде и рекомендации российского МИДа воздержаться от поездок на Красное море, Ксения узнала из интернета. Опасений ведомства она, как и другие россияне, не разделяет и улетать домой в ближайшее время не собирается. Вот она пишет, в Дахабе жизнь пока не поменялась, обо всех новостях мы узнаем из интернета. Завтра встречаем большую группу туристов, отказавшихся практически нет. Летом сюда и так приезжают меньше людей, чем зимой, так как очень жарко, но сейчас мы не ощущаем какого-то сверхснижения. Из неудобств, связанных с беспорядками, собеседница называет лишь то, что дорогу из Шарм-эль-Шейха ночью перекрывают. Поэтому прилетевшим поздно или с опоздания приходится ночевать в аэропорту и только на следующий день добираться в Дахаб. И об этом пишет сейчас и РБК Дэйли. Зато местные жители очень берегут иностранцев и свою землю. Добавляет она Санай, это земля бедуинов, когда была революция. Они никогда сюда не пустили, никого сюда не пустили. В прямом смысле слова охраняли свою землю и своих гостей и сейчас готовы проводить или подвезти туристов, которые очень боятся. Ну и сама Ксения уже давно и регулярно приезжает в Египет. Сначала в отпуск на пару недель, а теперь живет в Дахабе практически постоянно. Вот юристу Ивану, приехавшему в Шармей-Шейх с рабочими целями, повезло меньше. Он стал заложником своего отеля. Из гостиницы туристов в ней выпускают даже днем, утверждает он. О выходе после 7 вечера и речи никто не ведет. Хотя до нас дошла информация, что комендантский час уже отменили. Наша гостья Майя Ламидзе все-таки до нас добралась. Одевайте, да, наушники. Сейчас мы будем продолжать с вами разговор. Я тут немного политинформацию провел с нашими радиослушателями. Итак, Майя, мы хотели бы, конечно же, поговорить прежде всего о той ситуации, которая сложилась в Египте сейчас с нашими туристами. Прежде всего, я знаю, что у вас была большая пресс-конференция, вы уже практически все рассказали, но ситуация меняется чуть ли не с каждым часом. Но, кроме Египта, мы хотели бы с вами переговорить и о том, в какой ситуации оказалась туриндустрия российская на этом фоне. Расскажите, что сейчас происходит с нашими туристами? Где? В Египте. В Египте, слава богу, все хорошо, все спокойно, люди отдыхают, возвращаться досрочно не собираются. И, конечно, обеспокоенность только в связи с тем, что передается по телевизору и в СМИ. Но, тем не менее, картинку, которую мы видим по телевидению, то, что мы читаем... Она есть. Она есть, да. И когда вы говорите, там все спокойно, все отдыхают, отдыхают только на курортах. Только на курортах и только на территории гостиницы. То есть, если до сих пор, до недавнего времени, буквально несколько дней назад, была рекомендация не покидать курортные зоны, то теперь очень жесткая, настоятельная рекомендация не покидать территорию отеля. То есть, усилены меры безопасности? Да, меры безопасности усилены. Правда, комендантский час снят в Шарм-эль-Шехе, в Хургаде его так и не ввели. Там была противоречивая информация, но по факту сейчас нет комендантского часа ни в Шарме, ни в Хургаде. Но, тем не менее, и их отельеры, и усиленные всякие силы безопасности вокруг территории отеля, они все-таки туристам рекомендуют в город не выходить. Ну, вот вы говорите о том, что никто не хочет уезжать. Многие даже отправляются отдыхать в Египет, несмотря ни на что. Что бы вы этим людям сказали? Ну, теперь уже есть инструкция от Ростуризма, и людям, которые собираются ехать, и тем, которые там находятся, и, конечно, туристическим компаниям. Тем, кто собирается туда ехать, рекомендуется воздержаться от поездки до урегулирования ситуации внутри страны. Лучше не ехать. Грубо говоря, в переводе на русский язык, лучше не ехать. Но, учитывая опыт двухлетней давности, люди все равно едут. Ну, два года назад была совершенно жесткая нота МИД, такая достаточно жесткая, когда на два месяца фактически был введен мораторий на продажу, и российские операторы просто вывезли всех оттуда, и больше никого туда не отправляли. То есть вы учитываете этот опыт? И, в принципе, да, все к тому идет и сейчас. Ну, я напомню, что сегодня мы беседуем с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майла Амидзе. Будем говорить о ситуации, в которой оказался российская туриндустрия на фоне египетского кризиса. Продолжим буквально через несколько минут. Российская туриндустрия на фоне египетского кризиса. Вот о чем мы сегодня говорим. У нас в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Амидзе. Телефон, по которому вы можете нам позвонить, 65 10 99 и 6, код города 495, или пишите на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Жаркое лето, да, Майя, у вас? Жаркое, сложное, противоречие. Один из самых сложных сезонов. Даже кризис, вспоминается, конечно, кризис 2009 года, но даже 2008 год. Туристический рынок, он такой индикатор, во-первых, очень уязвимый сегмент, во-вторых, индикатор процессов, происходящих в других отраслях. То есть если идет снижение потребления, и в принципе у людей возникает неуверенность в завтрашнем дне, одна из первых отраслей, которая это на себе ощущает, это, конечно, туристическая отрасль. Потому что сокращаются, в первую очередь, расходы на отдых, на рекреацию. Поэтому этот сезон показал, что люди ожидают каких-то экономических проблем, кризиса. То есть меньше в этом году стали летать? Знаете, парадокс в том, что прирост есть практически на всех направлениях, но он возникает только в тех случаях, когда цены опускаются ниже плинтуса. То есть когда жесткая конкуренция, демпинг, горящие предложения, тогда вырастает спрос. Весной была другая картина. Весной, когда были программы по раннему бронированию, и в принципе на весенние туры, спрос превышал прошлогодний где-то процентов на 30. И ожидания летнего сезона у экспертов были очень хорошие. Прогнозировалось, что очень большой будет прирост. Прирост по головам есть, но в плане рентабельности, в плане денег, этот сезон более тяжелый и убыточный, чем прошлогодний, даже сезон 2009 года. Вот к ситуации финансовой мы немножко вернемся чуть позже. Давайте еще немножко о Египте, да, потому что это сейчас многих волнует. И как одно из самых дешевых направлений для отдыха сейчас для россиян, и не только для россиян. Вот эвакуация будет все-таки или нет? Нет, эвакуация, скорее всего, не будет. Такая идея даже не обсуждается и не звучит. То есть эвакуация необходима в тех случаях, когда наше государство, в данном случае мы говорим именно о России, признает ситуацию в той или иной стране однозначно небезопасной для жизни и здоровья наших граждан там находящихся. Причем независимо от того, они туристы, они там работают. Пока жареный петух не клюнет, да, мы не признаем эту ситуацию. Я думаю, что это вопрос к нашему внешнеполитическому ведомству. Мы давайте все-таки о туристах поговорим. Сразу вам скажу, что об эвакуации речи нет. Эвакуация проводится всегда силами государства. И были случаи там и Сирия, и Ливия, и много других государств. На Ближнем Востоке, по которому прокатилась Арабская революция. И тогда применялась эвакуация. Но финнов, например, увозят. Финны приняли решение увезти своих туристов. Вывести, эвакуировать. Британцы тоже сказали приостановить продажи Египта. В Британии тоже такое распоряжение есть. Да, финны вывозят. А у нас будут вывозить туристические компании. То есть все время вот это ляжет именно на туристические компании. Да. Все время все убытки, в общем, понесут туристические компании. Убытки называются 50 миллионов. Это пока до конца августа, начала сентября. А там будет еще больше? Я думаю, да. Я думаю, будет вполне сопоставимо. Если ситуация не будет стабилизироваться и будет продолжаться так, как сейчас происходит в Египте. Даже если на курортах будет спокойно. Я думаю, что расходы будут сопоставимы с расходами 2011 года. И тогда наш бизнес понес потери порядка 150 миллионов евро. Это крах туриндустрии? Ну, пережили тогда, переживаем и сейчас. Конечно, это не крах, но это очень серьезный удар по бизнесу. Может быть, лучше все-таки запретить вообще продажу туров? Мы услышали только рекомендации. Вы знаете, по крайней мере, да, это слишком обтекаемая формулировка, которая позволяет толковать как угодно. Поскольку у нас речь идет о потребителях, о людях, то, безусловно, все бремя этого толкования и ответственности опять-таки ляжет на плечи туристических компаний. Конечно, однозначная формулировка в какой-то степени была бы, не слабо определенную ясность. При условии, что если мы говорим о запрете, да, то есть МИД выпускает даже не рекомендацию, а документ, в котором говорит, что поездки в эту страну нежелательны в связи. Не то, что рекомендуем воздержаться, а страна нежелательна для посещения. Есть такие ряд формулировок, которые в переводе, опять же, на русский язык, означают, что если страна нежелательна, значит, там опасно, и государство должно предпринять определенные шаги и забрать наших граждан оттуда. Поскольку формулировка сейчас обтекаемая, то наших граждан забрать нужно, этим будут заниматься туристические компании, но не государство. Ну, а туристические компании, по большому счету, могут продолжать продавать туры в Египет, предупреждая своих клиентов о том, что там опасно? Сейчас уже не могут. Уже все? Уже все, потому что есть вчерашняя инструкция Ростуризма, где четко сказано, что, опять же, рекомендовано, но тут следует читать, надо приостановить продажу туров. Нужно ли говорить и можно ли говорить о том, что направления, другие направления, выгодные для клиентов, подорожают? Если произойдет перераспределение потока, я думаю, что август это, в общем, пик, какое-то перераспределение, безусловно, произойдет, да, некоторые направления подорожают. Насколько? Незначительно. В августе, в принципе, цены все выросли, где-то процентов на 10-15 относительно июля, я думаю, что еще плюс 10 процентов. А на какие направления тогда будущим отпускникам нужно рассчитывать? Значит, смотрите, все зависит от конъюнктуры рынка, да, опять же, проводя аналогию с 2011 годом, тогда египетский кризис разродился зимой. Альтернатив было не очень много, чтобы было море, солнце, недорого, лететь 4,5 часа и без визы. Сейчас первая альтернатива, которая приходит в голову совершенно однозначно, это Турция. Но она дорогая и подорожала. Она, Турция не дешевая последние 3 года, тем не менее, это лидер по направлениям. Вот, соответственно, направление, на которое могут переориентироваться туристы, это Турция. Это проще всего, места есть, и можно доплатить и поехать. Говорят о том, что многие туроператоры именно в Турцию продают по себестоимости туры, себе даже в убыток. Мы видели историю летом, нет? Нет, по Турции нет, по Турции такой картины нет. Греция, вот там, да, Греция тоже может стать тем направлением, куда переориентироваться туристы. Но Греции нужна виза. Но Греции нужна виза, то есть там это подорожание, оно может произойдет там в конце августа, в начале сентября, да, когда бронирование, понятно будет, что объем бронирования увеличился на этот период. Вот еще одно направление Кипр, где виза делается достаточно быстро, и Кипр, безусловно, дороже Египта. Но в этом году Кипр горел. Да и Турция. Кипр горел в этом году очень сильно, хотя в августе цены поднялись, и произошла оптимизация, тем не менее Кипр тоже может в какой-то степени стать заменой. Но по большому счету, если так посмотреть, то выбор не очень-то богатый. Вы знаете, как показал опыт последних двух лет, полной альтернативы Египту нет. А египтянь-то об этом знают? Конечно. И пользуются этим? Ну, как они, они стараются, чтобы с туристами ничего не произошло, и максимально таких мер безопасности, как на курортах, наверное, нет даже в Каире. Ну, а что касается непосредственно российской стороны официальных лиц, шла речь о том, что кто-то поедет, будет инспектировать эти курорты в Египте? Да, Ростуризм собирается послать своих сотрудников, сделать там такой специальный штаб, куда могли бы обращаться наши граждане, находящиеся в Хургадзе и в Шарме. Это важный и нужный шаг, потому что наше консульство в Каире. До Каира не доехать, да и нельзя. И не надо даже думать об этом. Да, безусловно, не надо вообще думать о том, чтобы куда-то выехать за пределы гостиницы, а человек, который будет находиться там, может приехать в гостиницу, с которой можно оперативно созвониться. Это, безусловно, важный шаг, потому что, конечно, вопросов возникает очень много. Ну, а сейчас куда обращаться туристам? Они знают, обладают этой информацией? Поскольку письмо было опубликовано, вот эта инструкция, о которой мы с вами говорили, она была опубликована вчера в 10 вечера. Поэтому сегодня с утра, не побоюсь этого слова, в операторских компаниях начался мозговой штурм, потому что приступать к реализации этой инструкции, начать действовать надо немедленно. При этом в ночь со вчера на сегодня уже улетело какое-то количество рейсов с туристами, они полетели в Египет. То есть, строго говоря, это может быть как нарушение расценено. Хотя про это письмо просто никто не знал. 10 вечера, рабочий день закончился. Ну, я сегодня утром увидел это письмо, когда стал готовиться. Очень многие операторы как раз... Очень интересное письмо. Да, его сегодня и увидели. Плюс еще регионы, да, то есть там тоже разница во времени, там тоже идет информирование. Поэтому что делать туристам? Обращаться в свое турагентство, если они уже оплатили тур, приобрели, обращаться в свое турагентство, внимательно прочитать, я бы даже сказала, рекомендовала бы выучить наизусть статью 14 закон о туризме, где четко написано, как надо действовать в подобных ситуациях. Что тур надо аннулировать, турист должен аннулировать его сам, не турагентство должно аннулировать. А как это происходит? Что значит, я должен аннулировать? Появление о расторжении договора в связи с обстоятельствами, которые возникли в стране, с отсылкой на эту инструкцию Ростуризма. И деньги можно получить. То есть в таких ситуациях турист имеет право на возмещение полной стоимости тура, но по решению суда. Вот это очень важный момент, потому что обычно вырывают из контекста, говорят, все, страна объявлена нежелательной, приостановка по продаже, значит, турист может получить полную стоимость. Да, может, но только по решению суда. Таков закон. То есть нужно еще потратить время, силы? Безусловно. То есть это займет время, минимум от 30 дней. И деньги будут возвращены, тут нет сомнений, но это просто по решению суда. Сколько таких заявлений может последовать? Есть ли вообще такие заявления уже? На данный момент их пока нет. Вообще нет. Как бы исков нет. Потому что это тоже процедура определенная. А заявления есть, конечно, в турагентствах. И вчера, еще до этой инструкции. И сегодня очень большое количество людей звонит. И по нашим приблизительным подсчетам продано примерно на 50 тысячам человек реализованы туры до конца августа, середины сентября. Ну, а вот те, которые улетели сегодня ночью, они прилетают в Шарма-Шейх? Их встречает автобус, отвозят в гостиницу, и они отдыхают. Это несмотря на то, что там действует комендантский час. Комендантский час на курортах отменен. Мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут. Российская туриндустрия сейчас в тяжелом положении на фоне египетского кризиса. Об этом мы сегодня говорим в нашей программе с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майло Амидзе. Телефон, по которому вы можете нам позвонить и задать интересующий вас вопрос по этой теме, да и вообще о туристической отрасли. 65 10 99 и 6, код города 495. 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите в интернете на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Мы вот стали говорить о том, как себя должны вести туристы, которые приехали в Египет. Вот сегодня был последний, да, такой рубеж до вот этого письма Роспотребнадзора, по-моему, нет. Нет, Ростуризма. Ростуризма, да. Тем не менее, вот люди прилетели туда. Они знают номер телефона, по которому можно позвонить? Есть горячая линия какая-то? Их должны были информировать, то есть я бы так сказала, я надеюсь, что они знают. Им должны были дать телефон горячей линии, круглосуточное консульство. Безусловно, у них должны быть телефоны компаний, которых обслуживают там, и компаний, где они приобрели туры для оперативной связи. Все это должно было быть предоставлено туристам. Ну, а хорошо, родственники, друзья, которые находятся на родине здесь, они как могут получить информацию? Только средства массовой информации или могут куда-то тоже позвонить? Для получения информации. Информация о ситуации. Ну, например, не дозвонился я до родственника в Египте, да, который находится в Санкт-Петхай. И, конечно, начинает нервничать. Да, я начинаю нервничать, потому что я смотрю картинку по телеку. Что мне делать? Куда мне звонить? В консульство. В консульство в Каире. Там есть телефон горячей линии, многоканально опубликован на сайте Ростуризма. А вот еще хотелось бы также понять. Сейчас тоже разница информация. Есть люди, которые хотят уехать оттуда. Сколько их? По нашим данным, единицей. Семь или десять человек было таких звонков. А звонки или уже намерение уехать? Звонки были с вопросом, мы хотим уехать, что нам надо для этого сделать. И что им для этого нужно сделать? Им нужно обратиться к принимающей компании, которая там обслуживает гиду. Им беспрепятственно предоставят место на ближайшем вылетающем в их город самолете, если такое место будет. Им доплачивать ничего не надо? Нет. Доплачивать ничего не надо. Если такое место будет, то есть возвратные рейсы, они тоже все полные. Там полная загрузка практически на всех рейсах. Поэтому единственная проблема, которая может возникнуть, это найти места на вылеты. Давайте вернемся к экономике, которую мы в самом начале с вами говорили, об экономическом аспекте. Потому что сейчас мы фактически стоим на краю очередного кризиса в нашей туриндустрии. Или, по крайней мере, уже в него вошли. Это просто еще один такой, я не знаю, кирпичик сверху. Или уж не знаю, с какой стороны кирпичик. Это египетский кризис. Да бог его знает. Надежда ли это? Хорошо ли надеяться, что это не последний кирпичик? В принципе, на рынке... В 2011 году сколько потеряли? 150 миллионов. А в этом году говорят о 50. Пока? Да, это еще не финал сезона. Пока. Там два месяца вообще не было продаж. При этом были проплаты. И, естественно, египетская сторона не особо возвращала деньги, которые были оплачены вперед. Равно как и авиакомпании. То есть там как следует пришлось потрудиться, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Поэтому мы сейчас пока говорим только о 50. Это очень приблизительно. А прогнозы какие? Прогнозы зависят от того, что будет происходить там. Прогнозировать, что бы то ни было, сейчас дело абсолютно неблагодарное. То есть, возможно, там будет какое-то жесткое столкновение. И потом ситуация нормализуется. Как было в Тунисе, например. А может быть, это все опять затянется. Напомню, что с 2011 года, в принципе, спокойно на площади Тахрира не было, по-моему, ни в один день. Никогда, да. Ни одного дня практически. Вы упомянули Тунис. Сейчас очень многие уезжают в Тунис отдыхать. Кстати, тоже неплохая альтернатива Египту сейчас. Но чуть дороже. Тоже чуть дороже. По цене альтернатив нет. Давайте вот сразу договоримся. Все, что все альтернативы, которые мы говорим, они все... Даже курорты Краснодарского края проигрывают, да? Ну, конечно, и давно. По цене нет. В Египет можно было поехать. Вот сейчас минимальная цена 700 долларов. То есть где-то это 21, допустим, 23 тысячи. А в Сочи билет стоит 22 тысячи, тогда обратно. И вообще наши туристы, это жильвидная доля бюджета египетского. На первом месте по количеству наши туристы там. Но мы потом откатились и были на четвертом. Даже когда откатились. Все равно. Европейцы откатились сильнее. Намного сильнее. А чем объяснить такое поведение российского туриста? Нам все равно? Да нет, на курортах там действительно спокойно. Вот вопрос в том, что нам все равно. Ну, мы не боимся даже за свою собственную жизнь. Настолько экстремалы. Там, на самом деле, на курортах не было ни одного инцидента, который позволял бы говорить, что наши туристы безбашенные, они едут туда, где стреляют. В Каир нельзя было. Вот были, которые покупали экскурсии. В Каир, на улице. В Хургаде был инцидент в городе. Вчера. Да. Вот я думаю, что это тоже сыграло свою роль при подготовке этого документа. Потому что там была перестрелка и погиб случайный человек. Ну, давайте вот еще по поводу экономики. Сейчас Египет, ну, по крайней мере, в 2011 году заработал на наших туристов почти 10 миллиардов, да? А в этом году они наверняка потеряют и значительно потеряют. Они вообще идут на какие-то встречные действия, предпринимают с точки зрения экономики? Ну, цены, несмотря на то, что они несут убытки, есть два подхода. Когда спрос очень низкий, то можно поднять цену таким образом, что даже на небольшом потоке обеспечить себе доход. Так, например, делают очень многие страны Восточной Европы. Это традиционный подход был всегда хорватов, например, или Черногории. Страна небольшая, гостиничная база небольшая, поток небольшой, но цены настолько высокие, что это позволяет каким-то образом сбалансированно весь год существовать. Есть другой подход. Когда поток низкий, для того, чтобы привлечь цены, опускаешь, идешь максимально навстречу в лояльные условия соглашений с партнерами. Вот по такому пути пошел Египет. Поэтому, мне кажется, все, что они могли в тамошних условиях сделать, они сделали. Мы с вами назвали как минимум три альтернативных сейчас направления для наших туристов. Кипр, Турцию, Тунис мы вспомнили. Все, практически больше ничего нет. Не, почему? Арабские Эмираты просто они визовые, тоже отложенные. Таиланд сейчас пойдет в сентябре сезон. Греция, Испания, Италия они визовые. Они дорогие, но они предлагают то, что нужно нашим туристам. Непродолжительный перелет, море и плюс еще экскурсион. То есть, если я сейчас приду и захочу поменять свой тур египетский на какой-то другой, там будет доплата или все-таки туроператор пойдет на встречу и доплаты не будет? Нет, туроператор сначала, может быть, пойдет вам на встречу по поводу смены направления. Потому что не все операторы готовы переориентировать, уже полученные деньги перенаправить на другие направления. Сразу говорю, не все. Есть те, кто это делает, те, кто этого не делает категорически. Поэтому это, что называется, как поведет. Туроператоры, которые делают наверняка. Не была бы так убеждена в этом, да. То есть, если у вас крупный туроператор, то наверняка он пойдет вам на встречу. Мелкий – нет. Опять же, не работает такое правило, потому что есть очень крупные операторы, которые сразу говорят, что все, идите в суд, аннуляция в суд, будем возвращать только по суду. Никаких альтернатив, никаких перемен, никаких перебронирований. Есть операторы, которые придерживаются очень жесткой позиции. А есть те, которые идут максимально навстречу. И перебронируют, и поменяют направление. По поводу доплаты, тут у всех позиции едины. Если тур стоит дороже, надо доплачивать. Ну, куда тогда лучше? Что лучше выбрать, если вот был дешевый Египет? Если получается договориться с оператором, если повезло, оператор лояльно идет навстречу, то лучше, конечно, переориентироваться. Не терять время на суды, лучше не... Да и отпуск нельзя перенести практически. Да, и это все равно суд, это все равно расходы по-любому. Поэтому лучше эти деньги доплатить и отправиться куда-то отдыхать. Либо другой вариант, если оператор упирается, то есть тур уже оплачен, не получается поменять направление, тогда пойти к другому оператору, купить другой тур, но подать в суд и ждать решения. Таким образом компенсировать себе потери. Какие направления вы бы посоветовали в этом году? Вы так сколь сказали о Греции, что в этом году Греция очень дешевая, но тем не менее визовая. Да, Греция дешевая, визы делаются 4-5 дней максимум, достаточно быстро. Отказов нет? Нет. Нет, по Греции нет отказов. Можно было бы попробовать Италию, Испания, конечно. Испания просто разнообразная. Она разнообразная и дорогая. В основном там, где хотелось бы, конечно, отдохнуть, это дорого. Или там упали цены в этом году? Можно. Ну, август высокий сезон, в августе низкие цены найти, а очень сложно будет в этом году, вот сейчас. Но, тем не менее, это возможно. То есть там надо искать. Может быть, Болгария. Ну, так я со стороны. То есть мы про Болгарию совсем забыли, кстати. Она тоже визовая, тоже достаточно быстро делает визы, но как-то там люди не очень довольны морем в этом году. Ну, а по объемам в этом году куда лучше ехать? По объемам? По объему, ну, вот по спросу, скажем так. Какую самую среду? Турция, что ли, занимается? Турция. Продолжает заниматься? Турция однозначно. Очень сильно подросла Греция. Очень подросла Испания. По объему и по спросу, да? Да. И по объему предложений, и по спросу, который мы наблюдаем. Финляндия. Летняя совершенно неожиданно. Тоже пошла неплохо. Страны Скандинавии, они в последнее время вообще пользуются популярностью? Ну, да, пока не миллионы, конечно, хотя Финляндия в миллион вроде выезжает, но все остальные страны Скандинавии пока до миллиона не дошли. Но это не альтернатива. Ну, да, конечно. Аравские Эмираты? Со своими жесткими законами на пляжах? На общественных пляжах. Да, да. На общественных пляжах. Наши туристы не ходят на общественные пляжи. Они ходят на пляжи, которые принадлежат отелям. И могут ходить там в бикини. А насколько дороже Саудовская Аравия? Саудовская Аравия? Да. Саудовская Аравия у нас вообще как бы нет. Ну, а Арабские Эмираты? А, Арабские Эмираты? Ну, в полтора-два раза это точно дороже. О, ну это даже дороже Испании, по-моему. Сопоставимо. Сопоставимо? Да. Смотря еще какой отель, потому что если это... Конечно. Потому что Арабские Эмираты... Ну, правда, там три звезды в Арабских Эмиратах. Это тоже очень высокий уровень обслуживания. Вот. Ну, я думаю, что Арабские Эмираты как раз, если ситуация с Египтом продлится, то они... Возьмут свое. Да. Но пока они не входят. И если сравнивать с позапрошлым годом, да, 2011, они не взяли свое, несмотря на египетский кризис. Увеличение на 60%. Где? На Арабских Эмиратах. На Арабских Эмиратах. Да. Увеличение колоссальное. Ну, там цифра была, значит, не очень большая. Она была не очень большая, да. То есть это мы не с 800 тысяч до полутора миллионов. Нет. До вот этого второго кризиса Египет вырос больше, чем на 100%, да? После первого кризиса. По посещаемости. Нет. Я видел цифру 108%. Это были показатели одного месяца. Там были два взлета в мае. Увеличение было потом больше, чем в два раза. Дальше в три раза. И в сентябре прошлого года было очень серьезное увеличение по сравнению со стандартной послереволюционной картиной. Я бы так сказала. То есть два месяца были прям взлет. И среднегодовую дало немножко другую цифру. Но реально не достигло еще дореволюционных показателей. То есть в 2010 году в Египет выехало где-то порядка 2,5 миллиона. 2,4, по-моему. Их данные были 2,8. А сейчас 1,8-2 миллиона по результатам 2012 года. Но чуть-чуть не дотянули. Чуть-чуть, но не дотянули. Но не дотянули. И, похоже, не дотянем уже. Ну, в этом году уже нет. Уже никак. Потому что уже вышло это письмо. Никаких возможностей не будет. Мы продолжим говорить с вами по поводу ситуации, которая сложилась на нашем туристическом рынке. Хотелось бы понять еще, что будет дальше с туриндустрией. Об этом уже через несколько минут. Я напомню, что телефон студии 65 10 99 6. Код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Тем более, если вы купили, например, тур в Египет. Что с ним дальше делать? Мы попытались уже с вами немного разъяснить эту ситуацию. Но если у вас все-таки возникли проблемы, звоните. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Встретимся через несколько минут. Мы приступаем к заключительной части программы «Парадокс». Сегодня мы говорим о ситуации, которая сложилась в российской туриндустрии на фоне египетского кризиса. Потери сумасшедшие. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, 50 миллионов долларов. Тоже немаленькие деньги. Евро. Евро? Я видел доллары везде. Евро. Это неправильно. Евро? Тогда это еще хуже, чем я себе мог представить. Ну, а я реально видел сегодня именно в долларах 50 миллионов. 35 миллионов долларов. 35 миллионов долларов, 50 миллионов евро. Плюс или равно? Ну, равно. Или-или. Или-или. Мы беседуем сегодня... Что-то я вам сейчас не то сказала. Да, я тоже... Наоборот. Нет, нет, нет. Смотрите, мы сегодня читали в новостях убыток 50 тысяч примерно по 700 долларов, и это 35 миллионов долларов. Долларов? Да. Все понятно. Значит, меньше тогда в евро. Да. Это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Она сегодня у нас в гостях, и мы в течение часа говорим о том, в какой яме оказалась туриндустрия наша российская. Как вы деликатно. Я очень... Ну, я стараюсь корректно как-то так сказать, что происходит на самом деле. Не первый раз мы с вами обсуждаем эту тему. Два года назад мы... Тоже? Да, говорили об этом. Я очень долгое, многое... И ситуация была гораздо хуже, насколько я помню. Тогда вообще запретили вылет в Египет. И какое-то время вообще туда никто не летал. Да, два месяца. Да, и ударило очень сильно и по карману туроператоров, да и по интересам клиентов на самом деле. Потому что многие рассчитывали, особенно те, кто занимается дайвингом, поехать в эту страну. Я хочу понять вот еще что. Вот этот сезон, если одним словом назвать, туристический, он какой? Самый тяжелый сезон за последние 10 лет. То есть, такого не было никогда? Нет. На самом деле, рынок переживает такой процесс бурной кристаллизации, я бы сказала. То есть, те, кто мелкие, средние, изнуренные после кризиса демпингом и жесткой конкурентной борьбой, им все тяжелее соревноваться с крупными. То есть, происходит процесс консолидации. Весь крупняк, он становится еще крупнее, а мелкий и средний. Разрыв между этими двумя группами увеличивается. Это же хорошо для рынка, на самом деле. Наверное. Но когда ты смотришь на это изнутри, с бизнеса, конечно, компаниям, которые там по 20-25 лет работают, и объемы сокращаются, сокращаются, рано или поздно компании, наверное, придется уйти. Это все равно тяжело наблюдать. Это естественный отбор. Маленькие компании, которые существуют 20 лет? Да. Что это за компания? Вы знаете, их большинство. Если жирок не накопили, не смогли выжить. Нет, их большинство. Большинство? Да. Таких компаний большинство. И они на грани фола? Близки к грани, я бы так сказала. Значит, плохо работали. Нет, это просто, я не знаю, как в животном мире. Да, это джунгли. Это джунгли, да. Законы бизнеса. Выживает сильнейший. Почему они за 20 лет не наработали? Дело в том, почему я вам задаю этот вопрос. Очень многие задумываются о том, чтобы начать бизнес. Именно и первое, что приходит в голову, по крайней мере, среди моих знакомых, они говорят о том, что они хотят открыть туристическую компанию или быть туроператором. У меня сразу возникает вопрос, почему? Это проще, это дешевле, есть специальные программы, можно чуть ли не там снять небольшую комнатку, с девочкой посадить, и все в порядке. Даже программку можно купить и продавать тур. Знаете, вот такое отношение. Такое отношение вот я наблюдаю, не знаю, с 96-го года, да, то есть когда еще только все зарождалось, понятно, что это было бурно, интересно, непонятно, ну, вызов был определенный, а дальше началось все то же самое. Что самый легкий бизнес туристический? Посадил девочку в уголочке там где-нибудь, она себе бронирует, в программе обучилась. Но это настолько поверхностный взгляд на бизнес, то есть понятно, что здесь не надо заканчивать керосинку, да, для того, чтобы в этот бизнес вписаться, условно говоря. Но полное недопонимание того, что это мега-сложный бизнес по определению. Ты продаешь то, если мы говорим про агентство, да, ты продаешь то, что ты сам не формировал, и ты не можешь отвечать за действия своего партнера. Но при этом ты отвечаешь перед глазами туриста, перед туристом отвечаешь ты. Но они же знакомятся со своим партнером, как, то есть они подают котов в мешке. Вы можете хоть, ну, вы путешествовали самостоятельно когда-нибудь? Самостоятельно нет. Ну вот представьте на секундочку, что вам надо спланировать маршрут, все забронировать и выкупить для большой группы ваших близких и знакомых. Самому спланировать, забронировать и выкупить. И потом этих людей вывести. Это ваши люди, близкие, они к вам абсолютно лояльны. Но я вам голову даю на отсечение, что самолет опоздает какой-нибудь. В какой-нибудь гостинице окажется не совсем то, что вы им обещали и показывали на картинке, а экскурсия, которую вы спланировали, окажется утомительной для одного из ваших близких родственников. У вас гарантированно будут недовольны, хотя это ваши лояльные люди. А вот представьте, что это бизнес. Вам заплатили деньги. Вы не можете, как сказать, вы не можете отвечать за действия поставщиков, но при этом вы должны отвечать. Это одна сложность. Вторая сложность – чудовищная, колоссальная конкуренция. На этом рынке очень большая конкуренция. Она внутренняя в основном или внешняя тоже? Она внутренняя. Она внутренняя, я имею в виду, в очень большое количество туристических агентств, в очень большое количество туроператоров. Именно потому, что есть поверхностное представление, что это слишком легко. И, наконец, нужно обладать какими-то минимальными познаниями в финансах, потому что при неправильно спланированном бизнес-плане сгореть, обанкротиться в туризме просто на раз. Потому что это самая уязвимая отрасль. Слушайте, ну мы, по большому счету, в начале лета этого года и увидели реакцию на такого рода ведение бизнеса, когда многие агентства продавали по себестоимости эти туры. И ничего на этом не зарабатывали. Не зарабатывали, банкротились. То есть это неправильное ведение бизнеса. А как, понимаете, сколько факторов надо учитывать, чтобы это не производство, да, где ты можешь что-то подтянуть. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы у тебя было качество. Ты понимаешь, сколько нужно вложить в рекламу и примерно спрогнозировать спрос. Я же говорю, весной были одни представления о сезоне. Ситуация изменилась, кардинально изменилось потребительское поведение, а сезон уже оплачен, оплачен вперед. Понимаете, да? Поэтому, ну что я могу сказать вашим знакомым? Не надо заниматься туристическим. Ну, по большому счету, тогда мы в этой отрасли находимся на уровне каменного века. Почему? Вы думаете, что в других... Ну, на Западе я не слышал такого количества банкротств туристических агентств. Я вас умоляю. Там ровно такая же картина. Ну, во-первых, процесс кристаллизации, который мы сейчас переживаем, вот этот вот жесткий, да, мы там, это Европа и Америка прошла в 70-е годы. Во-вторых, после развития интернет-технологий, там произошло другое реформирование бизнеса. То есть и туристические агентства существуют, и туроператоры существуют, но у них появляется масса дополнительных услуг, которые турист сам не будет бронировать в интернете. Да, поэтому приходят к турагентству как консультанту для получения продукта под ключ. И, наконец, там точно так же банкротится в Великобритании, где замечательное, достаточно жесткое законодательство. У нас еще отдельный вопрос, это законодательство отраслевое. Там банкротились после 2009 года, дай бог памяти, несколько десятков туристических компаний, туроператорских и турагентских. Но мы отстаем буквально на 30-40 лет в развитии, получается. Ну, у нас рынок-то всего как с 92-93 года, и то пока все как-то лет 20. Ну, это смешной срок. И то наш туристический бизнес по технологиям, в общем-то, передовые компании не отстают от европейских. Но там, во-первых, процесс закончился, во-вторых, там точно так же банкротится. Вопрос не в том, почему банкротится компания. Банкротится может любая компания, в любой отрасли, чем бы она ни занималась. По массе разных причин, субъективных и объективных. Вопрос в том, как защищен потребитель. И чем больше он защищен, тем меньше это вредит самой отрасли, ее репутации и, соответственно, всем остальным игрокам, которые туда приходят. И второй момент очень важный. Это профессиональный уровень людей, которые приходят в тот или иной бизнес. В данном случае, в туристическом. Но еще в этом рынке конкурентном появился, ну, можно сказать, стопроцентный конкурент для всех. Интернет? Да. Да? Ну, это тоже Европа проходила, и Америка, там больше 50% услуг бронируется через интернет. Сейчас многие отказываются идти в агентство, никаких проблем зайти на любой сайт, забронировать билеты, отели. Знаете, это немножко аналогия совершенно из другого, из другой области, но это как Apple и Android. Это две разные операционные системы, и у той и у другой есть свои поклонники. Плюсы и минусы. Есть свои плюсы и минусы. Есть свои фишки. Они прекрасно существуют. Они могут соревноваться друг с другом, но это не значит, что одна система... Но они не влияют друг на друга. Они влияют друг на друга. Они, безусловно, влияют друг на друга. Безусловно. И когда где-то происходит увеличение, то другая сторона, в данном случае туристический бизнес, должен тоже как-то подстраиваться. И это тоже имеет значение вот в этом процессе кристаллизации, про которую мы говорили. Но объемы увеличиваются именно у этой сферы. Заказать через интернет. Объемы увеличиваются во всех сферах. У нас есть только одна. Мы можем ориентироваться только на цифры Росстата, статистики. Пересечение границ. Границу пересекают как те, так и другие. И организованные, и самостоятельные. Происходит увеличение. Плюс еще статистика по перелетам и самим туроператорам. Увеличение потока происходит в обоих сегментах. Просто если в туризме плюс 10-15%, там может быть плюс 25%. Но условно говоря, интернет у нас, вот это бурное развитие интернета, это лет 5 уже идет самостоятельное бронирование. А туризм с 1994 года. То есть там базовый объем был меньше, чем в туризме. То есть там увеличение на 25%, кажется, что все там активнее. Но по головам-то все равно меньше, чем через туристические компании. Будущее есть в нашей отрасли туристической? Конечно. Что для этого нужно сделать, если можно коротко? Кому сделать? Ну не знаю. Кому? Законно уже есть вроде бы. Что еще нужно сделать для того, чтобы мы дальше развивались? 10 секунд. Переделывать отраслевое законодательство, вводить профессиональный ценз и усиливать защиту потребителей. Это была Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Сегодня мы говорили о той ситуации, в которой оказалась российская туриндустрия на фоне египетского кризиса. Это была программа «Парадокс». Работал Александр Викторович. До встречи.